МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под его началом гормолзавод берет курс на масштабную модернизацию и переименовывается в «Милка». В 2002 году «Милка» присоединяется к национальной молочной компании «Юни-Милк». С этого момента начинается новый, современный этап в развитии предприятия. Я не знаю даже, откуда взялся покупатель. Не помню, с кем я разговаривал. Но вот как-то нечаянно появился представитель из «Юни-Милка». Ну и, собственно, с ним начались переговоры. И, наверное, в течение нескольких месяцев мы договорились о том, что как и чего будет происходить и каким образом они все приобретут. Компания «Юни-Милк» – один из лидеров молочной индустрии России и стран СНГ. Созданная в 2002 году, сегодня компания объединяет 28 предприятий в России, Украине и Беларуси. Специализируется на производстве молочной продукции и детского питания. В начале 2000-х российская молочная промышленность совершает серьезный технологический рывок. В арсенале федеральных и региональных производств появляется современное оборудование, исключающее человеческое вмешательство в процессы, позволяющее увеличить сроки хранения молочной продукции. Это культура производства, это новые технологии, которые позволили производить продукцию в закрытом потоке, где исключается контакт продукта и окружающей среды, и, соответственно, это стопроцентная чистота оборудования, сырья и так далее. Результатом присоединения к Юни-Милк становится масштабная модернизация Красноярского завода. Реконструируются абсолютно все подразделения, начиная от помещения для приемки молока, заканчивая цехом, где происходит распасовка готовой продукции. Например, вот эта линия по розливу стерилизованного молока была установлена на Милка в 2006 году. Производительность этой линии 7 тысяч пакетов в час, или 116 в минуту. Обратите внимание, что процесс полностью автоматизирован. Участие человека ограничивается загрузкой рулонов упаковочного картона. Это особенно важно при производстве молока длительного хранения. Вот как раз то, о чем мы говорили. Процесс розлива молока происходит в закрытой камере, абсолютно изолирована от окружающей среды. Важно и то, что сам картонный брикет формируется практически в стерильных условиях и без вмешательства человека. В пакете у нас идет обработка перекисью водорода, то есть там 40% концентрации. В асептической камере происходит эта обработка, то есть перекись ультрафиолет, и затем уже только идет пластовка продукта. Присоединение к мощному федеральному игроку ознаменовалось не только модернизацией всей технической базы «Милка», но и появлением на предприятии четкой маркетинговой стратегии, ориентированной преимущественно на покупателя. Именно в этот период на заводе начинают выпускать продукцию в инновационной упаковке, обладающей высокими потребительскими свойствами. С марта 2010 года у нас установлены автоматы «Колин». Эта упаковка чем примечательна? Ну что она, во-первых, состоит изготовлена в форме кувшина, удобно очень хранить, то есть она не падает, ничего. Есть ручка, за что можно подержаться и так далее. Но и сама упаковка на 40% состоит из мела. Еще одной инновацией становится выпуск молочной продукции в полиэтиленовой бутылке. У такой упаковки, говорят специалисты, масса преимуществ. Она удобна, эстетична, прозрачно, легко перерабатывается, а самое главное – молоко в ней воспринимается потребителем как продукт более традиционный. На производство бутылка поступает в виде вот таких вот полиэтиленовых преформ. На специальном автомате под давлением сжатого воздуха при температуре 300 градусов заготовки выдуваются и приобретают форму бутылки. А уже потом на огромной скорости они поступают на фасовочную линию. Розлив молока происходит в закрытой камере. Предварительно каждая бутылка дезинфицируется озонированной водой. Такая обработка позволяет сохранить молоко достаточно долго – до 14 суток. Сегодня комбинат «Милка» является безусловным лидером краевой молочной промышленности. Ежедневно он перерабатывает и производит в среднем 220 тонн молока и молочных продуктов. Для сравнения, весь край производит около 940 тонн продукции в сутки. Такие высокие показатели во многом заслуга местного бренда. Наш потребитель вырос с этой продукцией и он по определению уже положительно относится к этой продукции. И психологически это наш внутренний продукт. В 2011-м для «Милка» начинается новый этап. Красноярский завод вместе с другими филиалами вошел в состав группы компаний «Данон Юни Милк» и получил доступ к столетнему опыту и традициям французского производителя. А это значит, что история бренда продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok